Всем здравствуйте, дорогие зрители, наши подписчики. Значит, на сегодняшний день я, как и все огородники-дачники, я проделываю вот такую серьезную работу с чесноком. Дело в том, что появились вот такие стрелки. Стрелки появились. Они, эти стрелки, должны обязательно или обламываться, или отрезаться. Это посадочный материал, он себя впитывает все в соки из чеснока. То есть чеснок дает все соки вот теперь вот этой стрелочке, как ее называют. И эта стрелочка, она должна немедленно убираться. Раньше я вытягивала вот так вот. Я даже покажу сейчас. Вот так вот вытягивала я. Вот вы видите, да? Но это делала я огромную ошибку, потому что вот это вот, вот в это место, где я вытянула, теперь огромный, прекрасный доступ для всех желающих червячков, для всех паразитов. И они спускаются по стеблю, и, то есть, чеснок плохо заживает. Он, конечно, вырастет, но он очень плохо заживает. Вот, и поэтому я много смотрела, читала, и желательно отрезать вот так вот. Или обламывать, или отрезать. Но желательно отрезать где-то, сейчас покажу, на сантиметр от стебелька делать ровный срез. Почему ножницами? Ну, потому что будет быстрее проходить заживление вот этой ранки. А когда обламываешь, срез неровный, и ранка будет дольше заживать. Вот такая мне сейчас предстоит работа. Это надо сделать обязательно. Но для того, чтобы понять, когда обламывать, вы должны где-то посмотреть, что длина. Длина должна быть примерно 20 сантиметров. Но у меня уже больше, поэтому срочным образом сегодня, 16 июня, я проделываю эту работу. Она вот именно, что проделывается в середине июня. Вот такая мне огромная работа предстоит. И, конечно же, как же узнать, когда созревает чеснок? Ну, мы всегда оставляем вот такую штучку. Она созревает и становится вот таким шариком. И там видно, что уже созрели маленькие чесночинки. И мы убираем чеснок. Вот так делается эта работа. Значит, вот это моя маленькая плантация. И вон там еще маленькая плантация. Так как в этом году чеснок у многих вымерз, мы рады и этому. Но на самом деле у нас вымерзло все весной. И виноград, и у многих чеснок. У соседей вообще чеснока нет. Спасибо Господу, что у нас это есть. Стрелочки, стрелочки. Вот они такие стрелочки. Вот ведро стрелок получилось. Но это еще мало. В этом году нет чеснока столько много. Видите, решила в этом году что-нибудь приготовить вкусненькое. Не буду продавать. Столько рецептов в интернете. Вообще класс. Буду чем-нибудь готовить. Спасибо.